День с толком Волнительная задержка. Почему открытие дворца спорта опять переносится? Ни себе, ни людям. Кафе на месте легендарного Барнаульского разлома хотят снести. Тепловые пушки, котельные установки. Все, чтобы сохранить тепло в домах. Обновленный дворец спорта Титов-Арена все-таки не примет первый домашний матч нового хоккейного сезона 26 сентября. Как сообщил владелец здания Михаил Дроздов, возможны технические недоработки системы видеогола. Эта система обеспечивает видеинформацию с двух хоккейных ворот. В случае необходимости эти записи просматривает главный судья. Поэтому первый домашний матч нового сезона в этот четверг хоккеисты «Динамо Алтай» проведут на уже знакомом льду Карандин-Арены, где они тренируются последние полгода. Новый датой открытия Титов-Арены Михаил Дроздов назвал в субботу 28 сентября. Уважаемые любители хоккея, мы помним ситуацию, которая была год назад и видим то, что сделано сегодня. Да, действительно, появился партнер у нас, который также увлечен хоккеем. Мы верим в нашу команду, мы надеемся в том, что этот сезон сложится для нас успешным. И то, что небольшая накладка техническая и чуть-чуть смещение, ну давайте, наверное, примем эту ситуацию. Многое сделано, многое готовится, хочется как можно лучше, чтобы было все для наших болельщиков. Барнаул может так и не увидеть прямых выборов инородного мэра, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Об этом дала понять председатель городской думы Галина Буевич. Накануне она заявила, что в сегодняшних реалиях прямые выборы невозможны. Если принять закон, по которому жители Барнаула, а не депутаты, будут выбирать главу города, придется ждать, пока закон вступит в силу, затем вносить изменения в устав города и так далее. Из-за всех этих формальностей краевая столица может остаться без мэра до осени следующего года. Если же градоначальника будут выбирать только депутаты, то Барнаул узнает имя своего нового мэра не позднее февраля. Кстати, Буевич напомнил о всем, что выборы – это всегда крупные расходы для бюджета. Тем временем уже более двух тысяч горожан отдали свои подписи в знак того, что они хотят от властей прямых выборов. Сбор подписей инициировала одна из оппозиционных партий. Кстати, в этот четверг на сессии ОКЗС представители сразу нескольких партий собираются поднять вопрос о возвращении всенародных выборов мэра. Региональное ЗАГС-собрание просят не рубить с плеча. Через несколько дней депутаты рассмотрят поправки в краевой закон о противодействии коррупции. Нововведения должны смягчить ответственность за ошибки и неточности данных отчета о доходах. Подробнее расскажет Андрей Дреер. Ошибка будет стоить дешевле. ЗАГС-собрание через несколько дней должны внести поправки в закон о противодействии коррупции. Если вы – муниципальный депутат и ошиблись в отчете о доходах, мандат сразу не отберут. Таков законопроект. Он пришелся в пору Барнаульской городской думе, когда прокуратура обратила внимание. Несколько депутатов несли неверные и неполные сведения о доходах. Но, несмотря уже на решение суда, полномочий никого не лишили. Центральный районный суд города Барнаула, с учетом изменений, которые внесло определение Алтайского краевого суда, удовлетворил требования прокурора города Барнаула в части того, что представительный орган обязан рассмотреть на ближайшем заседании, на своей сессии, вопрос о прекращении полномочий депутатов Барнаульской городской думы. Пяти депутатов. Соответственно, мы в соответствии с решением суда рассмотрели указанный вопрос. Решили не рубить с плеча. Вероятно, услышали доводы самих авторов злополучных деклараций. Только у муниципальных депутатов единственная мера ответственности – это лишение полномочий. У всех остальных депутатов есть альтернативные меры ответственности. Это как минимум уже несправедливо. А вот поправки в закон предусмотрят более мягкие меры. Это может быть предупреждение. Решение лишить можно будет депутата должности, которую он занимает внутри представительного органа. Сейчас, после того, как мы закон принимаем, муниципалитеты, соответственно, представительные органы любого города, района должны будут разработать свой нормативно-проакт уже в соответствии с нашим законом, где прописать вот этот порядок. Порядок применения меры ответственности. Коснутся ли новые, более мягкие меры ответственности уже улеченных депутатов Бийской и Барнаула – пока неизвестно. Эти вопросы мы адресовали прокуратуре края. Ее предписания народные избранники пока настойчиво игнорируют. Андрей Дреяр, Николай Шелко. День с толком. Наша редакция стала победителем межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.Про». В номинации «Здоровье» первое место взяла моя коллега Анастасия Дороган с репортажем о детской онкологии. В своем материале она рассказала, насколько остро в крае стоит проблема этой болезни, насколько обеспечен краевой центр медикаментами и через что проходят дети и их родители на пути к ремиссии. Сейчас, конечно, вот, можно сказать, я довольна тем, что я рядом с ним, что я могу как-то помочь, как-то посмотреть за ним, что вот не плачешь, сыночка, мне надо, главное. В нашем эфире специальный репортаж вышел в июне. Посмотреть его можете и вы на нашем сайте и ютуб-канале. Добавим, что в этом году на конкурс представили почти 800 заявок от журналистов всей Сибири. Это рекордная цифра за 14 лет существования «Сибирь.Про». 3 миллиона рублей готов потратить край на предотвращение коммунальных аварий. Региональный Минстрой закупает специальное оборудование, тепловые пушки, котельные установки. Что входит в аварийные запасы и понадобится ли он в этом году, расскажет Илья Кочетков. В этом отсеке находится дизель, то есть автономный, бак под ним, аккумулятор на батареях. То есть где-то прошел ураган, провода, пока аварийная бригада работает, этот можно уже развернуть, то есть непосредственно дать людям тепло. Подцепил и повез. Если на дворе зима, а где-то встала котельная, генератор запустит насосы. С другим оборудованием появится тепло и вода. В случае ЧП на доставку спасительной аппаратуры сутки обещают в Краевом Минстрое. Предположим, что в каком-то населенном пункте края из-за морозов вышла из строя стационарная котельная. В этом случае в течение суток туда привозят вот такую котельную, передвижную. Ее подключают напрямую к теплосети и в домах жителей снова появляется тепло. Примерно так произошло прошлой зимой в Змеиногорске. Мобильная котельная несколько суток не давала жителям замерзнуть. Муниципалитеты в этом году в списке риска. Но в районе, уверяют, зиму встретить готовы. В том году произошла ситуация, потому что новая котельная была посвящена к старым тепловым сетям. Сети оказались не готовы к данным и произошел порыв. Пока 13 декабря мы не переподключились к новым тепловым сетям. На данный момент работы по объединению шести котельной полностью все закончены. Прогружены новые тепловые сети. Поэтому, в принципе, в этом плане, если проводить аналогию с прошлым годом, уже такого не будет. Тем не менее, в запасе энергетиков больше десятка единиц техники. На всякий случай. Передвижные котельные установки. Это дизельные генераторы. Это, ну, скажем так, тепловые пушки. С разными вопросами у нас там. Город Славгород. Завершаются работы. И много работ. То есть по устранению замечаний. Там большое количество замечаний. Это город Яровое. Также на слуху. То есть, ну, это большая теплоэнергетика. Есть там проблемы с запасами топлива у нас. В городе Камень на Айби тоже этот вопрос. Сейчас на контроле находится министерство. В этом году аварийный запас пополнят на 3 миллиона рублей из краевого бюджета. В следующем еще на 10. Вопрос экстренной энергопомощи по-прежнему актуален. На прошлой неделе в правительстве края сообщили, что почти 20 районов могут вновь не получить паспорт готовности к отопительному сезону. У них еще два месяца. В Минструе надеются, что все это спасительное оборудование все же не понадобится. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Снести кофейню. Ту самую, которая заняла место легендарного Барнаульского разлома. Таково желание городской администрации. Власти даже уже подали в суд на собственника земли. По мнению чиновников, кафе там стоит незаконно. Правда, владелец заведения так не считает. Подробности у Полины Ждановой. Барнаульский разлом за годы своего существования практически стал местной достопримечательностью. Распиленные многоэтажки теперь остались только городской легенды. Однако скандалы, которые возникли по поводу территории, на которой велось их строительство, не утихают до сих пор. Весной на месте развалин по разрешению собственника земли частный предприниматель Алексей Балымов поставил небольшую кофейню. Власти города здание сразу же сочли незаконным и теперь настаивают на сносе. Указанный объект является объектом капитального строительства, а соответственно должно быть разрешение на строительство. Владелец точки утверждает, постройка не капитальная. Это значит, что на частной земле ее можно возводить без спроса. Со слов администрации здание нужно снести еще и потому, что оно стоит на постоянном фундаменте. Давайте посмотрим, как выглядит этот фундамент. Если наклониться, тут можно увидеть, что бетонного покрытия здесь, кроме вот этих камней, нет. Я, конечно, не строитель, но, как мне кажется, на фундамент это мало похоже. То есть кофейню легко перемещать с места на место. Как делали экспертизу несуществующего фундамента – вопрос. Мы не смогли связаться с Алексеем Балымовым, но его фраза о возможном будущем территории Барнаульского разлома разлетелась по соцсетям. Если суд примет решение о сносе, я устрою шоу. Сниму полы в павильоне, подложу трубы под его каркас и перетащу на участок, который в моей собственности. Пусть сотрудники комитета ищут фундамент в щебеночной подушке и свое реноме. А на освободившемся участке поставлю шесть туалетов. Тем временем некоторые барнаульцы и даже приезжие туристы вспоминают распиленную семиэтажку. И даже не против ее вернуть, как памятник архитектуры. Но и кофейня на месте руин их нисколько не смущает. Хотелось бы, чтобы это место по-прежнему привлекало туристов. Чтобы, например, люди могли прийти в парк или в кафе и там услышать историю того, что было на этом месте раньше. И таким образом эта городская легенда бы оставалась живой и по-прежнему отражала какую-то часть истории города. А вот еще несколько вариантов застройки пустыря от горожан. Я, как мама детей, открыла бы какой-то детский центр здесь. У нас в центре очень мало фонтан, клумба. Ну, что-то такое. Какой-то уголок отдыха красивый. Теоретически, если в здании кофейни открыть нотариальную контору, постройка станет законной. Это со слов городских властей. Якобы разрешение есть только на бизнес подобного рода. Однако с носителей нет, решит уже суд. Но, скорее всего, история на этом не закончится. Участок так и тянет к разломам. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Сегодня Сибирскую медиагруппу посетил почетный гость. Познакомиться с редакцией холдинга лично захотел генерал-майор внутренней службы, начальник главного управления МЧС России по краю Александр Макаров. Пришел к нам не случайно, а с интересным предложением. Когда в товарищах согласие есть. Именно так, перефразировав строчку из известной басни Ивана Крылова, можно назвать сегодняшнюю встречу. Уже с первых минут общения стало понятно – на лад наше дело пойдет. Благодаря вашей группе совместная работа нашего главного управления с вами позволяет жителям Малтайского края узнавать, во-первых, оперативную обстановку, а во-вторых, знать обо всех чрезвычайных ситуациях, о правилах поведения, в быту, на работе. Александр Макаров переехал на Алтай в начале этого года. Приказом министра МЧС России временно исполнял обязанности начальника, а в апреле уже указом президента страны официально возглавил управление края. И все это время не было повода лично познакомиться с Сибирской медиагруппой. И вот он настал. Это кадры первого выпуска программы «Выход есть». Ее покажут в ближайшее время на нашем канале. Сразу скажем, сотрудники МЧС выбирают тему, героев и проводят съемку самостоятельно. И даже монтируют материал без нашей помощи. А потому особо строго судить не стоит. Это своего рода проба пера и желание быть ближе к людям, доступнее. Например, в этом выпуске ведущий Павел Воронин, он же старший инженер группы обеспечения и информирования населения Главного управления МЧС России, рассказывает, как вести себя при случае возникновения пожара в школе. От тебя, от первого лица идет информация. Как бы здесь необходимо контролировать себя и то, что говоришь. И в общем, понятно, что экшен, он нужен, но это надо еще и самому знать, понимать. Ну вот вы на себя посмотрели. И как? Хорош? Говорите все верно? Или все же есть недочеты? Нет, ну информацию-то даем верную, но как бы косноязычие это все равно присутствует и как бы волнение. И самое главное, что такой легкий, неофициальный формат подачи материала понравился руководству МЧС. Сотрудники управления продумывают темы ближайших выпусков, работать над которыми уже будем совместно. Мы делаем передачу не для профессионалов, а для рядовых, граждан, для тех, кто пользуется и как раз не понимает, что делать в той или иной ситуации. И наша основная задача, я наших сотрудников ориентирую, в доступной форме и в интересной, самое главное, в интересной форме, чтобы передача стала интересной. Поэтому я бы с вашего такого разрешения хотел бы и вас попросить, чтобы передача была интересной. В завершении нашей встречи генерал-майор, желающий более укрепить наше сотрудничество, сделал редакциям холдинга заманчивое предложение, от которого мы, естественно, не отказались. В начале октября в рамках празднования Всероссийского дня гражданской обороны состоятся масштабные учения. В один ряд с профессиональными спасателями встанут и профессиональные журналисты. Елена Кузовкина, Николай Шилко. День с толком.